Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы будем покупать игры за доллары. В этом видео мы купим игру, посмотрим, сколько спишут, а также мы развеем миф о том, что якобы существуют какие-то проблемы при покупке игр через Тор. Прикол в том, что Microsoft перевели ценник игр в доллары, теперь за рубли там ничего купить нельзя, и многие игроки боятся это сделать. Мне вот, ну, серьезно, очень много человек пишут о том, что как теперь покупать игры, что делать, если игры в долларах. Ну, якобы их немножко это пугает. Просто еще многие думают, что нужно конвертировать валюту вручную, и это как-то немножко сложно. Нет, сейчас мы все это проверим. Если что, у меня обычная карта, визовская, от Сбербанка. Давайте начнем. Так, давайте купим. Сначала посмотрим, что у нас в сторе. Есть такого интересного, сейчас же идет весенняя распродажа. Давайте посмотрим. Что-нибудь сейчас выберем и будем. Так, у нас есть Батла по неплохой скидке. Fallout 76. Ну, мы его точно покупать не будем. Just Cause 4, который есть в Xbox Game Pass. Assassin's Creed Dark Souls. State of Decay. We Happy Few. Ну, что же выбрать такого? Как-то это Redemption есть. И вовсе из Metro Exot. Купка я, пожалуй, дивизию вторую. Давайте сейчас посчитаем. Ой-ой-ой-ой. В общем, давайте купим дивизию вторую. Давайте заранее посчитаем, сколько с нас должны снять. Если игруха стоит, грубо говоря, 42 доллара. Курс у нас где-то 65. Ну, давайте округлять просто. И с нас должны списать 2730 рублей. Ну, по сути, если по курсу. Без учета каких-либо налогов и тому подобное. Ну, давайте попробуем купить. Если что, карта уже привязана. Поэтому нам осталось просто нажать купить. Так, да, 42 доллара будет скидка. Нажимаем купить. И мы ее купили. Все. Давайте сейчас посмотрим. Так, да, у меня не хватает места. Эти покупки теперь показаны именно в долларах. И не высчитывается, сколько мы потратили. Показано, что мы потратили всего лишь 41 доллар. Сейчас мне придет квитанция на почту. И мы посмотрим. Давайте пока что удалим какую-нибудь игруху. А то места совсем нет для новой игры. А, е-мое. Удалим первую дивизию. Надь, как она теперь нужна. Так, смотрим насчет квитанции. Так, квитанция у нас появилась. А, и тоже у нас пишет там по этим. По долларам. Окей. В общем, меня за 42 доллара сняли 2797 рублей. Что, в принципе, очень выгодно. Прям вообще. Если же посмотреть на старые ценники, сравнить, какие там были скидки, да. То за рубли было покупать намного дороже. Потому что на дивизию, скорее всего, от скидка была бы максимум в 3500. Ну, то есть в 3500 можно было купить дивизию. Сейчас же дивизию можно купить за 2797 рублей. Вы чувствуете разницу, да? Грубо говоря, теперь, когда Microsoft перевели все ценники в доллары, игры, а проекты у нас стали дешевле по скидке. Единственное но, дополнение и всякие инди-проекты выросли в цене, потому что за границей они стоят дороже. Ну, видимо так. И, кстати, еще по региональным вот этим ценам. Дело в том, что многие игры все равно конвертируют под наш регион. Это было очень заметно по войне миров Z. Дело в том, что я наблюдал за этой игрой, я хотел ее купить. И получилось так, что сначала я увидел ценник в 47 долларов. В 47 долларов. Когда изначально она в рублях стоила 2800, по-моему. То есть 47 долларов, это уже другая цена. Сейчас скажу вам сколько. 3000 рублей. Сейчас же, давайте посмотрим. Она стоит... Да, она стоит сейчас... Она сейчас стоит 40 долларов. Что, в принципе, она приравнивает цену к нашему региону. То есть она, по сути, стоит... Да, где-то 2800 сейчас. Давайте 40. 40 на 65. Да, 2600. 2600, 2800 стоила эта игра в рублях, когда ценник не переводили. Что, в принципе, опять же, делает это выгодным. И поэтому, ребят, не стесняйтесь покупать игры со стороны. Просто высчитывайте заранее, сколько вас снимут. Вообще, сейчас по квитанции я тоже приложу в этот скриншот. Игра стоит 35 баксов. И НДС составляет 7%. То есть я просто думал, что когда я куплю игру, с меня снимут еще налог сверх этой цены. Ну, потому что там не указано, что налоги включены, не включены. И, в принципе, оказалось, что даже покупать со стороны это очень выгодно. Даже когда они стоят за доллары. Поэтому, ребят, пользуйтесь. Ничто конвертировать не надо. Абсолютно ничего. Просто перевязывайте любую российскую карту. Ну, если вы живете в России. И покупайте со стороны игры, как вы и покупали их за рубли. Главное, заранее просто высчитывайте цену. Я очень надеюсь, что это видео было полезно для тех, кто сомневался еще покупать ли игры в стори за доллары. И надеюсь, что она хоть каплю вам понравилась. И так как я купил дивизию, значит, у нас по ней будет сход. Я знаю, что 25 апреля должен быть рейд на 8 человек. И давайте 25 апреля мы с вами встретимся. За этим следите в клубе GPX, в моем разделе сообществ, на моей личной странице ВКонтакте, а также в Инстаграме. Давайте, ребят, большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Встретимся в дивизии.